С вами Николай Пивненко в проекте Дата на календаре 2 февраля. Сегодня день воинской славы. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. 200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю как самые кровопролитные и жестокие. При обороне города погибли или были ранены более миллиона советских солдат и офицеров. Битва под Сталинградом, крупнейшая сухопутная битва в ходе Второй мировой войны и одна из переломных в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. Сегодня также отмечается Всемирный день с очень интересным и редким для нас названием водно-болотных угодий. Ну, смысл очень простой. Хочется, чтобы природа была настоящей природой, чтобы мы поменьше в ней принимали участие. В этот день появились на свет в 1754 году Шарль Морис Толеран. Толеран Перегор. Французский государственный деятель и дипломат. Вот несколько его высказываний. Кофе должен быть горяч, как пекло, черен, как дьявол, чист, как ангел и сладок, как любовь. Еще одно. Женщины, говоря отвлеченно, имеют равные с нами права, но в их интересах не пользоваться этими правами. Ну и, наконец, третье. Чтобы сделать карьеру, следует одеваться во все серое, держаться в тени и не проявлять инициативы. Еще о родившихся 1869-й. Надежда Крупская. Рождается в этот день советский государственный партийный деятель, жена Владимира Ильича Ленина. А в 1904-м в этот мир приходит Валерий Павлович Чкалов, летчик-испытатель, герой Советского Союза. Маленькая, короткая жизнь, всего 34 года. За время своей службы в научно-исследовательском институте ВВС, куда он был направлен на работу после своего заключения за свои же летные лихачества, Чкалов освоил технику пилотирования 30 с лишним самолетов. А всего за свою жизнь он испытал около 70 и совершил почти тысячу испытательных полетов. Тестировал тяжелые бомбардировщики и истребители и разрабатывал новые фигуры высшего пилотажа, в том числе наиболее известные. Это восходящий штопор и замедленную бочку. Событие дня. 1238 год. Разорение Москвы Батыем. Есть предположение, что в реальности никакого монголо-татарского ига не было. На взгляд некоторых экспертов имела место масштабная междоусобица среди русских князей. Сторонники этой версии указывают на то, что отсталые кочевники были не в состоянии создать огромную военную машину и Евразийскую империю. 1535 год. Испанским конкистадором Педро де Мендосой основывается Буэнос-Айрес, столица Аргентины, крупнейший порт Южной Америки. В 1589 на Руси учреждено патриаршество. Для того, чтобы московская митрополия обрела настоящую независимость, просто необходимо было получить согласие константинопольского владыки. Патриарх Иеремия сам прибывает в Москву за очередным подаянием. И тут Борис Годунов, который в те времена управлял Россией, хотя царем еще не был, проявил весь свой талант хитрого царедворца и интригана. А слепив Иеремию пышным приемом и богатством царского двора, он и предложил ему стать русским патриархом. Владыка поспешно согласился, не зная, что жить ему предстоит отнюдь не в Москве, а во Владимире. А поскольку добро на учреждение патриаршества было дано, то сошлись на том, что патриархом станет московский митрополит Иов, любимец Годунова, а Иеремия отправится домой с богатыми дарами. Вот так иногда вершится история. 1852 год. Первый британский мужской общественный туалет открывается на Флит-стрит в Лондоне. И вот что интересно, в лихие 90-е у нас здесь, в России, как говорят, многие предприниматели начинали, ну, например, с создания платных туалетов. Так что это неплохой бизнес. 1918 год. Совет народных комиссаров принимает декрет об отделении церкви от государства и школы. Русская православная церковь лишается всех юридических и гражданских прав на долгие годы. Ну и еще одно событие, о котором хотелось бы рассказать сегодня подробно. 2 февраля – День Сурка. Традиционный народный праздник в Канаде и в Соединенных Штатах Америки. Считается, что в этот день нужно наблюдать за этим самым сурком, который просыпается и вылезает из своей норы. Или его будет. И по его поведению можно судить о близости наступления весны. То есть, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору. Зима скоро закончится, и весна в этот год ожидается раннее. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и прячется обратно. Будет еще 6 недель зимы. Вот сколько человечества существует, а так и не научилось рассчитывать не на свои собственные силы, а на какие-то знаки, символы. И вообще, мистика по-прежнему иногда правит миром. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Продолжение следует...